Добрый день, с вами Сергей Маслекин, консультант консалтинговой компании решений-верн.рф. Довожу до вас информацию, полученную от Федерального агентства по туризму Ростуризм о том, как именно с 2022 года будет проводиться всеми ожидаемая программа по грантам для внутреннего туризма. Кто в курсе, номер постановления 1619 бывший, сейчас будет другое постановление правительства. С 2022 года гранты будут выдаваться не на федеральном уровне, как это проходило в первом конкурсном отборе. Второй и последующий конкурсный отбор будет проводиться по другой схеме. Федеральное агентство по Ростуризм разыгрывает бюджетные деньги, которые перечисляет региону в форме межбюджетного трансферта, стандартная бюджетная процедура. Регион становится получателем этих средств. По постановлению 3.9 он обязан софинансировать часть этих расходов собственными региональными средствами, поэтому сейчас очень сильно будет зависеть от того, есть ли в региональном бюджете средства на развитие внутреннего туризма, заложены ли они в какой-либо программе. Либо в региональной программе по развитию туризма, либо в региональной программе, например, по развитию малого-среднего предпринимательства такое тоже может быть. Соответственно, для того, чтобы региональный комитет, департамент или министерство по туризму получили эти средства, необходимо соблюдение нескольких условий. Как уже упомянуто, наличие софинансирования в разных регионах. Эта цифра разная. У Москвы, по-моему, там 100%, у Татарстана порядка 40%, у некоторых регионов 5%, которые 5% от бюджета должны добавить региональные бюджеты к федеральным деньгам. Помимо этого, у региона должна быть утверждена региональная программа развития туризма на период как минимум до 2030 года, но желательно до 2035 года. То есть она должна быть долгосрочной, начиная с 2022 года. И, соответственно, в ней должны быть предусмотрены вот эти самые мероприятия по развитию туризма. Кемпинги, глэмпинги, придорожные пункты сервиса, гостиницы, палаточные лагеря, турбазы, всевозможные объекты туризма внутреннего, всевозможные объекты гостеприимства, которые предусматривают временное размещение туристов, обслуживание, общественное питание и так далее. Сроки примерно такие. В сентябре этого 2021 года будет проводиться утверждение всей нормативной документации, то есть будут приняты два постановления правительства Российской Федерации. Один по грантам для конкретно автокемпингов и автотуризма, другой по всем остальным объектам не связан с автотуризмом, автокемпингами. В октябре 2021 года будет проводиться конкурсный отбор, проводит его Федеральное агентство по туризму Ростуризм, среди регионов, то есть участвуют региональные заявки. Судя по всему, денежных средств, заложенных на этот год хватит на 15-20, может быть, 25 регионов, которые смогут получить там миллионов по 100. Соответственно, межбюджетные процедуры займут остаток года, заключение соглашений и так далее. И с начала 2022 года региональные комитеты, департаменты и министерства по туризму уже будут проводить свои региональные конкурсы по своему положению, которую они должны будут разработать, утвердить по бальной системе, соответственно, но с соблюдением федеральных требований. В принципе, многие из пунктов бальной системы, которые были в положении о конкурсе Ростуризма и в постановлении 16.19, они сохранены. То есть сохранены направления, сохранены статьи расходов, на которые можно тратить грант, сохранен размер софинансирования самого заявителя, то есть индивидуального предпринимателя, некоммерческой организации, коммерческой организации, которая реализует проект туризма минимум 30%. Бальная система затрагивает вплетенность или вовлеченность людей в соответствии или там наличие какого-либо туристического маршрута, региональную поддержку, опыт, компетенции команды и ряд других критериев. Со всей этой детальной информацией вы можете ознакомиться у нас на сайте. Под этим видео будет ссылочка, в которой достаточно много материалов, как сами проекты постановлений, так и бальной системы, положение о конкурсе, переписка, результаты предыдущего конкурса, требования к заявителю и много другой информации. Обращайтесь в случае возникновения каких-либо вопросов. Наша компания оказывает консультации по этому вопросу и имеет опыт от разовых консультаций по помочь, скажем так, доработать заявку, до повышения ее шансов, а также сопровождение. Мы можем в режиме наставника в течение нескольких дней, собственно говоря, сопровождать разработку проекта. Если кто знает такие понятия, как коуч, тьютор, трекер, наставник акселератора. То есть фактически наставничество по разработке заявки, по доработке. Взгляд со стороны, по нашему десятилетнему опыту, он всегда нужен, потому что руководитель проекта и команды чаще всего зашорены. То есть в принципе в проект все нравится, но, к сожалению, возможности рассказать о своем проекте в конкурсе нет. И все, собственно, по формализованным, по написанным на бумаге текстам и презентациям комиссия принимает решение. Поэтому очень важно, какие акценты вы расставите заявки, как именно вы изложите. Поэтому обращайтесь за ответами на возникающие у вас вопросы. И, в принципе, может быть, кому-то надо будет разработать значительную часть заявки. Мы, в принципе, тоже имеем такой опыт. Удачи ваших проектов! Желаем увидеть ваши проекты на карте туризма. Желаем вам, ну и, соответственно, в социальных сетях, в продвижении, в Инстаграмах, в Ютубе, в других социальных сетях. Желаем вам туристов, платежеспособных, радостных, довольных успеха развития всем вашим начинаниям. Всего доброго!